Первым в дом входят мужчины и не с пустыми руками, а это добрый знак. Супруги Герасимова начинают обживать новую квартиру. До этого много лет ждали этого момента. Жили в дряхлом доме, который того гляди рухнет от старости и от вибраций. Дом стоял рядом с оживленной трассой. Вот теперь новый дом. Думаем здесь до старости. Сколько уж Бог нам отведет, проживем здесь. Так как мы живем вдвоем с мужем, у нас трехкомнатная, есть специальная комната для внуков. Можете ее посмотреть тоже. Мы ее готовили специально для внуков. Ключи от нового жилья получили сегодня в отрадом 104 семьи. В пять квартир заселились дети-сироты. В остальных новоселье отметят переселенцы из ветхого и аварийного жилья. Эта программа под особым контролем. В целом по Самарской области только за прошлый год 3,5 тысячи человек переехали в комфортное жилье из ветхого и аварийного. Это люди, дома которых были признаны непригодными для проживания до 2012 года. С учетом того, что после 2012 года в Самарской области у нас еще поставлено на учет в реестр более полутора тысяч объектов аварийных для расселения, Николай Иванович вышел с предложением в государственную корпорацию, это фонд содействия развитию ЖКХ, о продлении данных мероприятий по программе, либо разработке новой программы. Кроме того, власти нашли наиболее эффективный механизм передачи жилья в муниципалитеты, заключая контракты с застройщиками. Марина Матвеевична, События. Я там не был, не помню. А может и был.